Честно говоря, когда я получила приглашение, я не совсем понимала, как линейный тренер может на юридическом форме быть полезен. Но когда я получила информацию о теме, я поняла, что отношения есть. Это право на спорт. Право на спорт и это очень объемная, очень важная сейчас тема, на которую нужно дать ответы. В нашей стране очень серьезные, думчивые, понятные людям и спортсменам. Скажите, существует ли сейчас проблема, так скажем, правового нигилизма, как говорят, по отношению к спортсменам российских? Правового? Нигилизма. А, нигилизма. Правовой нигилизм. По отношению к спортсменам от кого? От России. Со стороны международных федераций, может быть, определенных стран. Ну, это известно, это всем известно, даже совсем маленьким детям, которые занимаются спортом, известно, что их не пускают на международные соревнования. Что никогда такого у нас не было, что даже маленьких детей мы не можем на официальные международные соревнования по гимнастике поехать. Мы можем поехать только на клубные соревнования. Что мы и делаем сейчас. Мы все реорганизовали в клубы, и у нас теперь только есть клубы, которые не подвержены никаким санкциям Международной Федерации. И еще один вопрос. Может быть, у вас уже есть юристы, может быть, выразили желание как-то помочь спортсменам, участникам этого форума или другие юристы. Каким способом? Я думаю, что в нашей стране очень много делается для того, чтобы помочь нашему спортсмену. Вот, в частности, могу сказать о нашем виде спорта. У нас сейчас, благодаря Департаменту культуры города Москвы, благодаря президентским грантам, мы можем делать благотворительные концерты на 4 тысячи зрителей. Вот только что я приехала с двух концертов, которые мы делали. Это нелегко передать всю эту боль и страдания, и надежду, которая была. Но дети это выполнили, сделали. Могу сказать, что это действительно был праздник со слезами на глазах. И даже у детей самых маленьких. У меня есть фотография, когда наш ветеран, ветеран действительно войны, у которого ордена, и которому за 100 лет, его остановила девочка маленькая, 6-летняя, плакала и не отпускала его. Просто не отпускала. И когда они вот склоняются на колени и показывают свои спинки, закрыв голову, хотят под песню поклонимся, это вызывает настоящий патриотизм у всех, кто это видит. И по телевидению, и в зале, и у самих этих детей. Могу сказать, что у нас ребенки, которые выступают у нас, малыши, у них у 6-летних раскрашены многоточки в цвет российского флага. Это говорит о многом. Все знают наизусть российский гимн. А второй концерт у нас был вчера, ночью закончился. И это был концерт уже с симфоническим оркестром Московской филармонии академической и с звездами мировой оперы. Тут пели артисты, которые в ряды конкурсов, которые только что приехали за границей, это был понедельник. У них не было таких серьезных выступлений. Они просто с самолета на самолет прилетели и спели нам арии из опер, тоже, под который дети тут же переформатированы. Дети сделали, например, Ториадора из Тейвопа Рейхармен. И другие такие классические произведения. Соловей вышли, маленькие детки пели. На сцене Весенина пела, это солистка Мариинского театра. А дети, маленькие наши звезды, делали программу. Поэтому было у нас очень много из посольств, очень много гостей. 12 посольств пришло в первый день и еще больше во второй. Поэтому вот мы так переформатируем наших спортсменов и даем им возможность, благодаря нашей стране, благодаря руководству нашей страны, ничего не изменилось в финансировании. У нас все финансируют, и это огромное спасибо и низкий поклон. И дети все мотивированы, дети все благодарят. И они никогда бы, если бы не было этих санкций, они бы никогда не смогли выступать под живую музыку, под живое пение, никогда. А сейчас они почувствовали все по-настоящему. Не магнитофонная запись, а настоящие голоса великих певцов. Спасибо. Спасибо.